ну в общем понятно только непонятно люди памяти франческо потенца парбой 51 год и у это он 6 лет отсидел я ланта не соврал он устроил так что я вышел на свободу пораньше почти что на 4 года фигасе жон навещал меня и как-то пытался приносить новости с воли но выйди из ворот я оказался просто в новом мире в мире телок с одинаковыми платьями так вот то есть вот этого из попросили я не знаю сказали вита обратиться к чуваку совсем из другой семьи но это как-то странно тем более что он там консельери или как-то называется общем большая шишка в той семье и он типа помогать другой но в принципе если между ними нет вражды типа между семьями то дождите через за тип такой стоит вот ты ты похож на на стремного человека хотел сказать элвис или луисе кейна так и не решил на кого больше привет прикольная баба катись отсюда о какая ты грубая я всего лишь шесть лет назад на твоих глазах пристрелил человека ах нет постойте возможно это была не ты а только твоя сестра близнец чё переехал там барбара написано еще на этой на стене витта написано ты из тюрьмы сбежал чёрт как же я рад видеть тебя не в робе и не за решеткой добро пожаловать домой заходи заходи слушай столько изменилось тех пор как я сел да уж я думаю и да фигня конечно но я для тебя замутил такую славную квартирку как ты хотел а еще у меня сюрприз мы празднуем твое возвращение я тебя кое-кому представлю хороший план пока не обустроишься тебе понадобится деньжата и ствол у меня для тебя припасен лишним не бывает вот так какие планы свободный человек а ты как думал хочу снова работать с тобой хорошо я боялся что тебя там исправят вообще-то многих узнал и многому научился там за решеткой теперь гораздо лучше понимаю что к чему отлично я тут как ты понимаешь тоже штанов не протирал ты не бойся я тебе все покажу как всегда ладно так чего мы ждем пошли я не думал что ты будешь так бить копытом ладно черт с тобой пошли квартирку посмотрим я бы переоделся на самом деле возьмем мою тачку и поедем смотреть квартир зачем мы звонить вспоминай привыкай надеюсь за решеткой ты водить не разучился эй чего ты дергаешься ты же как на велике ну знаешь если велик раздолбаешь тебе не платить целую гору за ремонт ладно ладно я понял ворчишь как бабка очень на это надеюсь так я не понял еще не заметил машины теперь совсем другие видишь моя квартирка дальше по улице прямо вверх закрыта была понравится так еще где твоя тачка вот это что ли кадиллак или как называется смит кастом 200 здорово что ты вернулся я неплохо справлялся пока тебя не было но теперь нам сам черт не брать генри давно видел не пару лет как не встречал он ведь переживал из-за тебя как твои успехи когда ты меня навещал это же не разговоры были но после того как клемент и этот паршивец лука пытались нас кинуть я сошелся с семьей фалькона и теперь работаю на них правда вечером увидишь я же сказал у меня для тебя сюрприз можешь не спрашивать все равно не расскажу о боже не бойся я об этом несколько недель думал вот этого я и боюсь у нас тут что автобан на аляску не нервничай я спешу ну кстати машина поприятнее конечно управляется и разгоняется быстрее что тоже неплохо ничего страшного этот столб нам был не нужен так отлично мы почти приехали тормози тут пойди погляди верхний этаж я тебе уже оплатил первый месяц и кстати вход в твой гараж там переулки спасибо джо большое спасибо да и насчет сегодня пойдем серьезное место так что купи костюм туда не пустят в виде я сегодня вышел классное место на верхнем этаже ну блин зачем могли бы и на первом сделать чтобы не надо было по куче лестниц подниматься верхний этаж это не круто вот она уверен вам понравится я сам в такой же квартире живу какой-то карте телефон есть отличное бесплатное дополнение чуть такое дай или как она читается д в е по-моему да это же y 2 очень удобная и места хватит на двоих даже на троих и она не скрипит это безусловный плюс да только постельного белья не есть вопросы задавайте не стесняйтесь только один когда вы уходите а теперь с вашего разрешения я поеду к следующему клиенту пока так что мы тут имеем приоденьтесь в костюм ну у меня вроде как есть костюм это не шкаф это шкаф ой чё реально такой костюм а можно в какой-нибудь более хороший костюм у меня много костюмов знаете ли вот например спецовочка военный костюм гейский костюм байкерский гейский костюм деловой гейский костюм гейский костюм с узорами и манишкой спортивный не был вот это вот еще не сойдет вроде норм закрыть дверь до личная анимация ты же вроде пошел к другим клиентам надеюсь он скоро появится у меня сегодня масса предложений рынок переполнен окей если он так говорит то конечно о хорошее яблоко в целом то да но прически у них у всех конечно такие древние такие древние блин же свою машину забрал и тут стоит коп и проехал коп вот и вот и как так жить я ладно так и быть я слишком деловой человек чтобы блин о нет я не слишком деловой человек мне надо угнать машину а то слишком далеко и как назло собственно ни одной нету поблизости только такси отстойно так ладно ты ну тут счет баба за рулем серьезно блин дедуль прости я хотел бабу короче ну и коп такой остановился и коп тут авария ну в общем то да и я даже рад что ты не остановился прошу вас выйдите я буду мстить этой бабе за ту бабу которая в тот раз собственно и там в нее врезалась еще одна баба окей женщины здесь слишком слишком многим женщинам уже раздали права к этому году году я так смотрю ну да ладно конечно тут куча новых машин появилась я взял одну из старых типа моделей протиснулся почти так же как же так все складывается когда поедешь новый дом там на втором этаже журнал да я его уже нашел и его уже нашел а мы туда едем так чё бюджеток бюджеток снова о прикольный чувак мы его в начале игры видели ну или не его опять таки пять таки количество моделей здесь не очень большое неплохо он провозит этот алкоголь о господи я уж думал ты не придешь неплохо хорошая ткань спасибо так что с планами на вечер все узнаешь нас отвезет мой друг познакомился с ним пока ты прохваждался веди себя прилично он вроде как важный человек да ну сейчас увидишь вот и он неплохо неплохо а это значит твой дружок да это мой друг вида это мой хороший друг эдди скарпа рад знакомствует взаимно вита ребятки я умираю хочу выпить поехали но и мне водить да хочешь за руль я уже слегка нагрузился но джо ты сказал ему куда мы едем нет сказал только что сюрприз но ему понравится я уж надеюсь если только он не испортился в тюряги эй о чем вы тут болтаете не бойся все увидишь да ладно можно ему уже и сейчас сказать стрип клуб ладно вита поехали знаете было бы здорово если бы вы сказали куда веди койстер бей чё такое пейди койстер бейта улица я должен о смотрите это словно визитная карточка типа я здесь был так что вид чего тебе больше всего не хватало моя видеокарта по-моему не очень любит такие визитные карточки я на девочек бейсбола до всего уже теплее вы что на бейсбольный матч меня везете нет вита мы везем тебя в лучший бордель в городе борделя ухты вита да ты что-то не возбудился давай не говори мне что после всего этого не хочешь оторваться не бойся вита девочки свое дело знают туго если ты забыл что куда они тебе мигом все поставить в нем на славу вы это не давайте мне много пить кое-что еще надо уладить что может быть важнее кисок и выпивки знаешь вот бывает иногда надо делать то что надо вид ну что гони давай окей если ты так говоришь гнать я буду гнать 60 ты доволен перед нами хоб очень гнать нельзя отстой копы весь кайф портит у меня срочное дело неотложное в борделе я тут коп что что такое так и чё у нас тут прям смотрите официальное здание типа я думал может какое-то подпольное заведение но прям давай после мафии замок и жарила тебе с левого все это могу замутить вофт рассказал мне что климента пытался вас кинуть и сказал что ты парень надежная костюм другой одевал вообще-то но слушает между нами почему ты вообще этим занялся понятно у каждого свои причины ну потому что понимаешь я не хотел пойти по отцовской дорожке и я просто понял что никто мне не поможет только я сам да хорошо да все детка кэш так виду слушай я работаю на карла фалькона и мы собираемся расширяться джо уже некоторое время на нас работает и раз ты его друг мы тебе хотим сделать предложение что скажешь но я заинтересован окей выпьем за это за вас ребята и за общее светлое будущее а я думал за вича сегодня много пить нельзя у меня есть одно дело ну который этот вот этот лео галанта он же как консильери не карла фалькона был и типа мы будем работать на него потому что тот лео может за нас поручиться но ну они могли бы на самом деле не делать акцентов жестких на этот бордель потому что это один из самых скромных борделей в играх что я видел тут даже грудь даже то есть не обнажается астрологии астрология астрономия иди ты с пизда сушен извините дамы но мне пора закрой мне тут свой хабальник если не чем рот за они смотрите соски верхняя часть во всяком случае правда баба страшная как ваще или это не соски это у нее такой лифчик не знаю тогда это минус балл этому портелю еще один господи ну и звуки я не знаю я должен их развести ну конечно же а как иначе где моя машина я старли зовите копов вашу мать вот алкаша да вот она да ну да ладно эй а ключи мои где витоб поведет он из нас из всех самых трезвые а следуй еще раз больше кислок меньше пьянок блин они сядут нет ну наконец-то так что это понравилось тебе там а лучше чем с сосиской в душе развлекаться я думаю в тюряги в душе не развлекаются даже с сосиской я в своей машине никогда не блюю чем тогда смердит в машине туда и я унюхал наверно фрэнки подс он блеванул в твоей машине багажник что что я тебе сказал что мне надо кое-что уладить а ты взял меня и напоил эй с каких это пор кое-что уладить значит мертвец в багажнике а ведь успокойся а если что-нибудь придумаем а что тут думать закопаем жмурикой все я уже подобрал местечко мы туда кстати едем вроде сразу же туда или это квартира джо полин да блин мне показалось что так будет покороче но судя по всему нет так окна откройте не знаю это в какой в сан-андроиде по моему или или даже войсите была миссия где надо было также вести труп в машине только там при столкновениях сан-андроиде вроде типа багажник мог приоткрыться и чувак вываливался можно на самом деле поиграть с нашим этими с нашими друзьями вот так вот оп ой поздновато смотрите помогло боже эти что за ванища машина ты его да на это бой и тут еще того не уже некуда ну разве что он тут же и ногами да по притормозим немного закопать все там какая-нибудь подстава по-любому будет хотя ну не знаю это как-то слишком уж странно типа ну блин чувак с трупом в багажнике пошел сначала с каким-то вито знакомиться потом в этот стрип клуб ну который называется типа бордель хотя что там бордельного я не совсем усек но да ладно опять-таки очень странно то есть игра в которой достаточно жестокости есть кровище довольно много причем кровище и и почему-то они позиционируют себя так то что типа рейтинг не знаю 13 плюс может поведеть детям как расстреливают из томми ганов гангстеры это нормальное явление а увидеть женский сосок это все прям вообще никак типа gta та же самая этим не брезгует здесь вот что-то совсем конечно же он повернет конечно же как иначе это могло быть а вот здесь мы должны ехать по какой-то недодороге а окей это нам не нужно было двери для лохов блин диалог быстро кончился вот за что я люблю gta 5 так это за то что все эти поездки сопровождаются так мы на месте диалогами которые идут примерно столько же сколько и сама поездка вита открой багажник ты шутишь здорово просто здорово мать вашу новые ботинки господи боже бога в душу мать эдди сколько он тут лежит до пару дней вита ты сам его доставай вот блин здорово меня сейчас вывернет добро пожаловать блин домой нет ну да только стеряги эх 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 а кто его зароет что походи я сейчас приду в себя может ты сам лучше а каждый раз когда его понюхаю прям плевать тянет и ведь нам тоже не помог какую-то ​ Эй парни а хотите музыки а они издеваются единственное я пока не совсем понимаю я не понимаю смысл этой миссии она какая-то типа она действительно к чему-то важному подводит потому что пока она довольно ну какая-то не вообще никчемная ну а чё я просто так туда щит сюда езжу без каких-то этих это должно быть смешно типа то что и у него труп в багажнике несколько дней или чё для чего я это мы это делаем по боже бедный динам бедный дина такой тина как это айма мазафака t-rex тот дина дина который t-rex если нет то другие дина я не уважаю ну блин серьезно блин можно как-нибудь срезать как думаете тут забор и чей-то особняк я хочу проехать как-нибудь по травке но полагаю то что то слишком уж далеко ехать я понял непробиваемые эти печаль печаль какая-то пока что это самое скучное и неинтересное овощи миссии из тех что воды мафии во вторые попадались единственное что мне понравилось это то что нас заставили надеть костюмчик потому что мафия все-таки она ассоциируется с такими людьми в костюмах вот именно мафии они всякие там бандиты банды и тому подобное плюс костюм действительно выглядит довольно неплохо не знаю какая уж там ткань наверное действительно хорошая как стынул чо но в принципе костюм выглядит неплохо это тоже сейчас прохожу я тоже на этом месте но как ты можешь быть на этом месте если ты смотришь стрим хотя два монитора все дела в принципе должно быть не сложно не сложная математика так сказать ну или стрим с планшетиков смотрите не знаю как вы ну блин реально что-то я жалею о потраченном времени затрачено на выполнение этого квеста какой-то он совсем муторный и скучный надеюсь он действительно к чему-то интересному приведет то что типа тот труп он что-то значил и вот этот чувак который у нас машине он что-то значит и и вот эти вот люди которые не умеют останавливаться они тоже что-то значат так садитесь машина я видать не доехал надо блок гаражу подъехать сейчас дерево дерево тоже что-то значит ничего вы довольны окей недовольны извини вита понимаю не лучшее завершение банкета а правда я у тебя в большом долгу машина иди оставь тут он на ней завтра домой поедет хороший парень завтра посидим поболтаем эй пошли выпьем три часа ночи заткнись идиот заткнись давай я тебе завтра позвоню вита пока только не говорите что мне теперь еще и до дома надо ехать блин это будет просто жесть ладно следующая глава ты на этом моменте застрял и не играешь как можно застрять на этой миссии я не знаю она же такая нудная и скучная какого хрена это на следующий день типа прости и хватит называть на джои крыша поехала я помню сюда сигареты развозить ну я бы на нее тоже оделся на самом деле как этот в нормальный такой костюмчик но боюсь то что не подходит немного оденем повседневочку да то такое себе мафиози который даже не может постоянно позволять позволить себе постоянно ходить в костюмчике ну да ладно ну чё у нас тут это еще что за хрен голосок у парня блин прям дятел вуди помнишь пацаненка жил напротив моего дома мне надо было грузовик забрать так он меня подбросил а что за грузовик он нам денежку принесет прыгай по дороге объясню садись за руль ну естественно естественно я сажусь за руль 1 едем в реверсайт не повредите груз туда можно сказать это и все еще злишься нет ну что ты подумаешь труп закопали я мечтал выйду и дала ты за это спасибо но за то что было потом благодарить не стану слушай сегодня все будет куда лучше обещаю очень на это надеюсь будем толкать незаконные блоки а потом кто-то нас даст ему еще на шесть лет в тюрягу а может еще и больше впаяют потому что типа не первых не первая ходка уже у меня вылезла панель задач и и что мне тут пишет тут такое дело но ну и нах него так этот дурочек просто предлагает на пожалуй я откажусь очень любезно поехали да что за дела заезжаем в пару мест распродаем сигареты потом отгоняем грузовик обратно к эти и получаем свою долю а стой помнится меня как-то раз за решетку убегли за такое вот расплюнуть и волнуйся я уже этим занимался давай в реверсай ну как скажешь поверь и мне спасибо скажешь на самом деле нет не представляю чтобы можно было даже вот с такого количества коробок срубить много бабла за сигареты как будто у них там их дефицит или тип того ну это же сигареты разве они дорогие тем более сомневаюсь что это какие-то там элитные марки кент или чё там курят люди не знаю биби 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 они курят биби судя по логотипу на коробке биби вы курили ребят сигареты биби когда-нибудь блин езда езда я скучаю на самом деле по перестрелка типа вот была перестрел очка 1 довольно прикольный вот на этом не знаю на предприятии или как это назвать что теперь теперь разбираемся с клиентами эти парни покупают у нас груз пошли со мной давай лезь наверх и подавайте потом как тюряга с этими блин драками кулачными все такое это подай блок красный серьезно даже не коробками продавать а по одному блоку отлично давай ну и дерьмо ну и чё сколько бабла за это дадут за один блок два бака значит джо в мафиозных кругах значит на свободе он шесть лет вот вот на это вот он шесть лет потратил чтобы по два бакса за блок иметь ну четыре получается типа он же 50 процентов нам отдает ну или даже если не 50 там от 30 даже полное дерьмо несколько часов спустя в начале седьмой главы два раза убили я не помню седьмая глава это под седьмая глава это после тюрьмы ай сержант как дела как всегда блок синих давай блок синих пири думаю в этот раз мне белая слышал вида давай блок белых так вот седьмая глава это живот то что я только что проходил с перевозкой трупа там же нельзя умереть спасибо джо а теперь исчезли отсюда понял на все поехали садись мита дальше в милл вилл где посмотреть сколько у меня для всего мы серьезное вопрос серьезное бабло да сколько 100 баксов за несколько часов как тут деньги свои посмотреть 536 долларов нет но если это 536 долларов а у меня было типа 0 долларов на не знаю сколько у меня было если у меня было 0 такие 500 баксов за несколько часов это конечно хорошо с другой стороны я не понимаю сколько блоков они продали если я получаю по 2 это блоков 200 и такими темпами короче понятно ну ладно далеко ехать то хоть были на этом колымаги столько ехать да серьезно что ли на тап нажми ну тап это миникарты я в курсе я ее только на м открываю не на тап но то ближе согласие тоже на эти работы спит и видит парни еще и 18 возит меня выполняет мелкие поручения что-то отводит он умрет если пацан решил брать пример с тебя он плохо кончил вот как умник он мне тебя напоминает в том же возрасте и это не спойлер это я так предполагаю два года ловил пули в европе а потом шесть лет сидел вот про это я и говорю в чем дело теперь кто-то с утра в кофе нас сам ты что забыл как клево было а напоминай мне иногда ладно так тыс под мы до жизнью вита дерьмо сначала жил там без денег немного воровал потом два и два года войны 6 лет тюрьмы так себе конечно он мафии устроился на сколько лет 30 на счастье данный чуть меньше может 28 так вот и не понимаю как можно было умереть на прошлой миссии когда возишь труп там же нету ничего там никто не может тебя убить и gps тушь определись мне норме то есть я мог ехать по прямой до gps то есть вот вот так вот пищевая бабушка разворачиваться здесь не буду как детстве ты будешь как моя бабушка ну если твоя бабушка возит эти грузовичок сигаретами то окей смотрите как прикольная тряпка которая там висит на этом туда-сюда но это тент насколько я понимаю чтобы закрывать кузов видишь я же говорил все как по маслу 1 ты почти загладил эту почти ладно что может быть лучше светлый воздух отличная компания да еще и хорошие бабки совсем неплохо для того кто только что из-за решетки вышел ладно ладно уж если следующие несколько часов будут похожи на эти я все прощу вот это нашими так мы почти что так ну давайте посмотрим 536 таки так привет смотрю часто видосики на ютюбе очень интересно особенно понравилось видео про старый контент вов и элементами лора посоветую старенькую классную игрушку писи слабый короче запоминай очень старенький фейбол чуть поновее макс пейн 1 принц персии первая трилогия фейбл заласт чаптерс собственно недавно проходила и на канале ну и для начала я думаю тебя хватит сели старенькие клёвые игрушки фаренгейт так что вот чувак проходи на здоровье это блок красных так я решил пострелять в копов и со скоростью врезаться сдох ну это уже есть что твои это видение этой игры пострелять в копах ну наверное ты пришел эту миссию интереснее чем я потому что для меня она показалась чертовски нудной о смотрите что-то тут происходит возможно если я начал стрелять в копов туда было добраться ли парень и покупателей глазеть пришел возможно мы толкаем сигареты блок два бакса целый ящик сотня как тебе такой вариант отдаешь 10 блоков и тогда может быть вы с дружком целы останетесь эй дружок давай ты залезешь свою тачку со своей младшей группой а я притворюсь что я тебя не видел сойдет ты не врубаешься да жирный ублюдок это наше место и за торговлю здесь надо платить так что плати нет это ты не врубаешься ты хоть понимаешь с кем связался последний раз повторяю вали отсюда и с кем я говорю ну-ка жирным итальяшкой который толкает по мелочи краденая курева на моей улице так что прикрывай лавочку не знаю почему джо до сих пор не вытащил пистолет и не всадил ему в бошку распродажа ну что теперь скажу я скажу собственно вот об этом я говорю можно хоть раз какого-нибудь проучим хоть раз я за рулем буду я так понимаю догоним какого-нибудь людка сейчас пол продавлю джо быстрее не будет это вот про этого имеют виду он тут единственный до и грабил магазин одежды я смотрю ты развлекаешься в этой игре по полной я даже не знал что магазин и грабить можно я так понимаю мы не сможем его догнать можем только преследовать его его он выведет нас в итоге на какую-нибудь их базу и мы постреляем наконец-то 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 экшен будет я не против экшен я люблю экшен сейчас бы не врезаться а куда кстати ведет она на него указывает указатель чёрпишь но теперь ищи ближайшую будку и позвони блин я тут чё блин вам этот что ли я не знаю я посреди шоссе где здесь будку найду ладно надо было раньше его потерять из виду чтобы можно было вроде вижу главное чтобы это была не синяя полицейская будка то там наверно ничего хорошего не будет хотя но кстати это как раз те самые когда-то будка была 61 года 63 63 наверно до 63 года но я думаю она и 61 было и в 50 каком-то наверное блин ближайшая будка могли бы на карте отметить хотя бы парочку но в той дороге должна идти нет только рог но я заехал в какой-то бомжатский район тут не то чтобы у как тут но этих телефонах вообще нифига нету о нашел сейчас даже припаркуюсь и вот почти моя бабушка почти припарковался позвонить из будки так эдди скорпа